всем привет сегодня к нам пришла грузовая машинка 2001 года рождения что с машинка не так машинки сдох блок управления двигателя ну то есть вообще умер залила водой внутри вся плата выгнила можно сказать даже вздулась ну можно этого не говорить потому что это в общем так и есть в замену тому блоку пришел новый блок звать его м с 6 . 2 одно отличие новый блок рассчитан на машинку с иммобилайзером самой машинки иммобилайзер не предусмотрен вообще в принципе хотя что самое интересное номер в номер полностью все соответствует полностью соответствует той тому блок управления который стоял в машинке который сгнил чертям вот и да досмотрите сегодня видео до конца сегодня будет разыгрываться подарок подарок будет инклинометр о котором я говорил в одном из видео обзоров за что он будет вручен вы узнаете чуть позже но в этом видео смотрим дальше значит разбираем блок управления говорю сразу болтов о валом то есть сначала снаружи выкручиваем вот этих болтов я их уже выкрутил там кто-то у нас недавно выражал недовольство не нравится смотреть как я кручу болты прощу проще немножко лист шепелявлю звук только от зубного пришел решил себе зубы починить наконец-то столько лет коронку поставили вот не будем отвлекаться болты эти открутил 4 после этого вот эти болты надо открутить это раз два три 4 5 6 7 8 9 и 2 центровые болта которые держат всю систему здесь и здесь но не спешите выламывать это еще тоже не все у нас чего здесь вот пять болтов два здесь два здесь и один вот здесь ну вот собственно говоря вкладка вы управление один болты чтобы они нам не мешали сторону что делается отверточкой звездочкой обычный значит микросхемка должна стоять судя по инструкциям и по опыту и проминка так сейчас будем его искать если мне не изменяет память там должна стоять 4 c16 вот она где расположена вот в этом месте 24 c16 да вот она наша радость сразу же сразу чтобы не было никакой путаницы получаем где первый вывод микросхемки что другой раз не путаться вот она в сторону кварца помечаем смотрим еще внимательно ничего ли мы не проворонили нет в остальном плата целая неподтопленная это я к тому сейчас посмотрел чтобы хозяева продавец микросхемки продавец блока управления через какой-то там промежуток времени не выразил свое крайне возьму я стул на стуле паять удобнее вот хотя ладно будем сидеть дальше так будем отключаем паяльную станцию добрые люди советовали пользоваться такой волшебной вещь как разы да она смягчает припой на порядок ну по большему скажу откровенно в этих мозгах мне кажется но насколько подсказывает мой опыт раза добавлять вполне нет нет необходимости потому что припой и так мягкий неплохо было добавлять тогда когда допустим подложка металлическая под платой стоит но часть корпуса не откручивается выполняет роль радиатора ну либо по подобным ситуациям здесь в общем то в общем то не нужно вам также с другой стороны такого серьезного нет что можно позвать ну и опять же главное выставить правильный напор воздуха правильный напор воздуха с фена чтобы не раздувала вокруг стоящие элементы еще раз извиняюсь сегодня шепелявлю от зубного врача но отложить видосик не мог на другой день по причине того что ну клиент же не будет ждать пока у меня зуб заживет до места до нормального муж ездить надо машинка грузовая она каждый день денежку должна приносить с легковыми бывают люди недовольны если машинка лишний день простоит а с грузовыми то и подавно этаж на самом деле большие потери клиенту финансовые поэтому не будем заставлять его ждать будем шепелявить уж извините не злитесь пожалуйста вот наши микросхемка легко поднялась сложно нету вот она наша радость кто-то выражал недовольство тоже у нас один подписчик что показываю как грузится ноутбуки показываю как греется паяльная станция ну только что делать можно вообще в двух джипе как все показать у показать какая микросхема показать что у нее записать две картинки и все смысл тогда вообще видеоканала ну я думаю тоже нет смысл теряется так пойду за программатором пока сегодня будем пожалуй использовать программатор чик тоже этот у не прок классика простая ничего лишнего но все умеет читать писать но во всяком случае с хипромками у него проблем еще не возникало смотрим производителя этой мелко схемки стежка обожаю стежки стоять успел моя любимая колодка ставим микросхемку на колодку 24 c16 так как всегда всегда как всегда так отодвигаем вот наш нубок ну сначала перед корректировочкой надо ее просто вычитать открываем wizard прок самом деле всему не прогом мини про есть две программы можно его родную можно wizard прок использует не знаю почему меня как-то wizard прок больше зацепил более интуитивное меню более комфортно более понятно все так выбираем микросхемку нам надо микросхемка еще раз смотрим в 4 c16 16 ст-шка производитель выбор огромнейший 24 c16 вw то есть говоря по-русски 24 c16 w есть отдельная она соек 8 причем почему-то даже 2 попробуем прочитать обе сравним что у нас получится вот она вычиталась описание сразу блока все понятно сохраняем файл так это у нас машинка сохраняем и выберем пожалуй вторую тут их две рядом 24 c16 почему две крайна сказать даже не знаю абсолютно две одинаковые микросхемки опять сохраняем 95 xx сохраним просто под другим именем и сейчас сравним очень хорошая программа для сравнения оказалось в обычном классическом тотал командире очень удобно не надо кучу программ перебирать сразу тотал командира запускаем а там оказывается все есть вот она два бинарника по два килобайта нашло сравнить по содержимому а абсолютно идентичные файлики ну и ладно тогда хорошо тогда переживать нечего так здесь будем исправлять вручную прошивку запускаем редактор hex работа не совсем простая для каждой машинки для этого блока отличия имеются это не универсальные байты надо править поэтому немножко сложнее смотрим вот у нас получается вот у нас получается вход в прошивочку так вот она да ну так 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 вот она запрашивает иммобилайзер вот идет опрос так не понял а понял понял вот идет опрос а вот выход исправляем два байтика отсюда делаем переход всю дима о все так смотрим что у нас получилось смотрим что у нас получилось так 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 вот как ну по большему у нас получается 48 байта как раз и начинается этот иммобилайзер чертов и до финала вот мы делаем переход до конца с 48 байта вот ведь я вам даже уже рассказал как что надо делать даже сами сможете сделать переход 48 байта делаем на финиш и все и будет работать все до ужаса просто так сейчас зашиваем обратно чик программировании ок советую по практике вам делать что после записи понимать микросхемку ставить обратно программатор и нажимать волшебную кнопочку проверить почему почему бывает пишет нормально все снимаешь питание с микросхемы а она уже оказывается все что было раньше до нас то и остается в прошивке то есть грубо говоря написала что все прошила красиво проверила даже как будто бы все красиво а на самом деле врет вот микросхемку записали мы компьютер больше нам не надо сейчас выключаем убираем его отсюда чтобы нам не длил голова фен вырубаем обычный паяльник врубаем так и подготовим площадочку подготовим площадочку поднялась хорошо мусора никакого не осталось подготовим флюса положим чуть-чуть о как соседи грохочут мебель тягают наверное грохотуны так не будем отвлекаться на соседей вот у нас . сторону кварца стоит всегда помечайте повторюсь еще раз был у меня когда-то долго долго потом искал правду мог понять куда оно должно было стоять первым выводом мозги были крайне редкие по этой причине по этой причине найти даже фотографию оставила некоторую проблему так уж не обессудьте люди добрые воспользуюсь светом если вам некоторое время будет не совсем удобно уж не обижайтесь не могу без света в темноте паять уже не один год паяю но скажу вам откровенно не люблю быстро запаивать как стал классик спешка нужно при ловле блох будем запаивать аккуратно никогда не жалейте флюс никогда не жалейте припой лучше сделать хорошо даже сами понимаете машинка грузовая ездит очень-очень далеко с грузом если где-нибудь станет это будет совсем тоска печаль как бы даже если не грузовая все равно надо паять очень аккуратно и очень качественно вот так еще немножко плюсик а потом лишнее все равно с моим аккуратненько чтобы она хорошо обволакивала выводы чтобы было круче чем завода то что с завода ломается после меня ломаться не должно в принципе у меня не должно в принципе ломаться у меня должно быть надежнее чем завода это мое правило что бывает иногда приходит блочок говорят вот не отключили там эмбилайзер и или что-нибудь такое сделали с блоком то внутри а ты открываешь и думаешь лучше вы господа внутренне лазили потому что отключал или делал что иногда такое ощущение что либо 200 ватным паяльником соплей понавешивают смотреть страшно либо человек вообще никогда паяльник в руках не держал микросхемка а ты где о блин так запаял что не могу ее отличить от заводских вот смотрите красиво да вот и я о том же не должно отличаться от заводской пайки и сверху спирти к чуть-чуть пару капелек для надежности смотрим что у нас получается вот совсем другое дело теперь даже лучше чем от завода что собираем блок по большему вот видите этот можно было болт не откручивать свет нам уже не надо этот болт можно было не откручивать он держит просто саму рамку сюда ничего страшного уже не станет собственно и все скручиваем бог спасибо всем за просмотр подписывайтесь на наш канал ставьте о лайки пишите внизу комментарии свои про это видео про другие видео про наш вообще канал можете писать вот тому кто напишет самый классный комментарий давайте сделаем подарок какой подарок ирина берет побольше всех лайков тот и получит подарок то есть инклинометр пишите внизу комментарии вот там внизу ставьте лайки до скорых встреч пока пока